В Российской Думе всю неделю рассматривали законопроект о контрсанкциях. Его приняли во втором чтении, отложив при этом принятие законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России. О санкционном зазеркалье в его разных географических преломлениях и других новостях недели говорим сегодня со специальным гостем нашей студии, российским экономистом и общественным деятелем Владимиром Миловым. Владимир, рада вас приветствовать в нашей студии. Два года прошло, не виделись мы с вами два года, вопросов очень много. Давайте начнем с новостей недели, с контрсанкционных инициатив в России. Как вы можете эти инициативы оценить? Ну, в итоге, вы знаете, они поначалу выступили в апреле с таким очень тяжелым, суровым законопроектом. Хотели там все запретить, запретить экспорт Титана, сотрудничество в атомной отрасли, запретить лекарства американские. Но на самом деле они приняли в конце концов такой рамочный закон, который, грубо говоря, формулирует, что если правительство что-то хочет, оно может это вводить, и мы разрешаем. Но конкретики там нет, и они явно выжидают, что дальше будет делать Америка. Будет ли продолжение вот у санкций 6 апреля против Дерипаски, Виксельберга и целого ряда других людей. Пока этого не намечается, но вот они оставляют такую лазеечку, чтобы, если что, ответить. Ну вот Дерипаска только что вышла с совета директоров N+, и это такое зримое санкционное влияние на сегодня. Да, но тем не менее пока вот видно, что международные биржи, банки, трейдеры не хотят с Русалом работать. То есть рынки мировые восприняли санкции против структуры Дерипаски серьезно. И вот этими выходами ему эту блокаду пока не удастся снять. Но единственное, что американский Минфин дал ему какие-то послабления до конца октября. То есть продлили еще на 4-5 месяцев возможность вести какие-то нормальные операции. Хотя пока Дерипаска остается все-таки под давлением. Но были озвучены опасения в России, когда рассматривались эти контрсанкционные меры, что это может негативно повлиять на бизнес-климат в России. А вообще вот после этого 4-х лет фактически санкционного артобстрела что-то еще может ухудшить бизнес-климат? Да, конечно. Ну смотрите, например, они хотели титановый экспорт США запретить. Вы, наверное, знаете, что наше предприятие Ависма в Свердловской области, оно поставляет титан для Боинга и один из крупнейших поставщиков. И, кстати говоря, из-за этого США это крупнейший торговый партнер Свердловской области. То есть это будет просто колоссальный удар по экспортному потенциалу одного из крупнейших регионов России. Это только один сюжет. Там таких сюжетов много. Но наши товарищи стреляли себе в ноги там много раз за последние несколько лет. Единственное, что они создали такую систему, когда им ничего не бывает лично. Они только продолжают обогащаться. А страдает остальная Россия. Но вот сейчас решили перестать самотрелом заниматься, получается? Ну пока они, я думаю, не видят продолжения вот этих санкций 6 апреля. Мне кажется, Путин готов на Дерипаску с Виксельбергом махнуть рукой. Их даже там еще сейчас что-нибудь национализируют. То есть Путин в итоге в выигрыше. Но вот если американцы будут вносить в так называемый вот этот СДН-лист, который предполагает блокировку активов и запрет транзакций, какие-то крупные государственные структуры, которых пока, кстати, там нет. Там нет ни Госбанков, ни Роснефти, ни Газпрома. Вот если они будут это делать, то наши опять возбудятся с возможными всякими контрсанкциями, наиболее болезненными для некоторых крупных американских бизнесов, типа Боинга. То есть реально российские контрсанкции могут стать болезненными? Да, они сейчас для отдельных американских производителей, для отдельных отраслей, для той же фармацевтики, вот с лекарствами. Это что? Они хотят ударить по американской фармацевтике, чтобы здесь лоббисты ходили в Белый дом и говорили, не-не, снимите все с России, мы теряем на продажах лекарства. Но пока это все перейдено в спящий режим, они ждут, будут ли американцы делать какие-то новые серьезные шаги. Ну вот еще одна околосанкционная тема. После того, как США накануне объявили о выходе из сделки с Ираном, выросли цены на нефть. Для российской экономики это может быть хорошей новостью в долгосрочной перспективе? Нет, потому что наша система выстроена все-таки под 120 и больше. То есть даже 70 и 80 долларов за баррель не хватит. Плюс вот эти цены сегодняшние, это настолько комфортный уровень для американских сланцевых производителей, что они уже дивиденды начали, то есть они забыли про тощие годы, уже начали дивиденды платить. Они сейчас раскочегарятся, и это выбросит новые объемы на рынок. И я не думаю, что вот эти вот высокие цены реально ненадолго. Владимир, ну вот в середине этого эфира мы начали уже разговор об открытии автопорции Крымского моста, и хотелось бы услышать вашу оценку, поскольку это стала вообще темой недели на этой неделе, не только в России, но и в Соединенных Штатах. А как вообще удалось осуществить это неосуществимое, и каковы перспективы этого проекта? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что прям так вот успешно осуществить, потому что все-таки в советское время не зря не строили этот мост. Там очень илистое дно, и там нужны очень серьезные там работы, соответственно, по особым технологиям забивки сва и так далее. Я абсолютно уверен, что там будет требоваться все новые и новые деньги в будущем на том, что все это укреплять, там это будет куда-то ехать и так далее. То есть это супердорогая история, которая растянется надолго, к сожалению, и вот этим запуском все это не закончилось. Ну, а заменить, собственно, сухопутный перешейк из Украины, это не получится, потому что, конечно, пропускная способность у моста все-таки, как ни крути, она ограниченная, и, ну, трафик это будет не такое большое. Ну, вот нам говорили, что в этом много символизма и меньше смысла. Вы согласны? Символизм, да, это как у нас принято при Путине. Это очередная такая пиаровская акция. Плюс, ну, у крымчан не очень дела. Там с экономикой не важно, там очень резко выросли цены, а доходы не догоняют до этого, да, там идет постоянный захват земель вот этой всей нашей административной, бюрократической, ФСБшной мафии, да. И для них, конечно, они все ждали, вот когда лучше станет. Вот была такая легенда, что вот сейчас протянут мост, и, наконец, жизнь наладится. Поэтому пиаровски для Путина это было жизненно важно сделать, но я думаю, будет просто много разочарования и мало толку. То есть интеграции такой вот Крыма не будет, как ожидают с этим мостом? Конечно нет, потому что, ну, интеграция Крыма, Крым должен состояться как экономика эффективная, да, под российским контролем для того, чтобы там жизнь начала улучшаться. А это вряд ли возможно, потому что там дикие инфраструктурные ограничения по электричеству, по воде, потому что Крым в международной санкционной блокаде его не признает российским никто, даже Белоруссии, там, Казахстан и Китай, да. Из-за этого он не может интегрироваться в международное экономическое пространство. То есть под Россией у Крыма экономических перспектив нет. Ну, честно говоря, даже если вот хоть 10 мостов вы построите. Ну вот, Владимир, вы в Вашингтоне сейчас, помимо всего прочего, презентуете доклад «Путин-2018», а я хотела бы услышать у вас некоторые прогнозы. Российский президент только что начал официально свой новый срок и огласил недавно стратегические задачи развития России до 2024 года. Помимо всего прочего, там содержится план вхождения России в число ведущих пяти экономик мира. Я уверена, что вы план этот читали, ознакомились. Я хочу услышать вашу оценку этого среднесрочного стратегического планирования. План-то гораздо более тощий, например, чем план, который был 6 лет назад озвучен, после того, как он очередной раз вступил в должность. Это говорит о том, что ему гораздо меньше что сказать. Что касается пятой экономики мира и вообще отношения к этому всему, мне кажется, это все очень дискредитировано, потому что вот такие громкие указы, они издаются регулярно, но последствий никаких не бывает. И те же майские указы оказались профанацией. То есть даже по официальной статистике зарплаты в образовании и медицине, они как отставали существенно от зарплат в промышленности, так и отстают. Там разницы-то никакой, ничего не добавилось. И люди, я думаю, что уже массово не верят в эти все обещалки. Про пятую экономику мира он говорил много лет. Реальные цифры на Земле показывают, что наши темпы роста, даже куцы, какие есть, все равно отстают от тех десяти экономик, которые сейчас больше нас. То есть мы будем увеличивать отставание. Мы скорее пятнадцатый станем из одиннадцатой, чем пятый. Поэтому я думаю, что уже у даже многих его сторонников нет серьезного отношения к этим демагогическим обещаниям. Это все не серьезно. Но вот на этом фоне вы сегодня в Вашингтоне озвучили такую мысль о том, что экономика России сейчас испытывает, находится в одном из самых худших кризисов за многие годы, а антикризисного плана у правительства нет. Как дошли до такой жизни? Вы знаете, я вот сам, я с 80-х годов сознательно слежу за политической деятельностью. Я такого не помню. У нас кризисов было много, но всегда был какой-то план. Горбачева, Абалкина, Шаталина, Явлинского, Кириенко, Примаков. Всегда что-то было. В этот раз у них есть только один месседж. Типа, ребят, подождите еще пару лет, и все само там как-то наладится. Они постоянно это повторяют. Но это же не план. Плана нет. Переназначили правительство из тех же самых людей. То есть такой, по сути, кабинет стагнации. Его называют кабинетом стабильности некоторого. А на самом деле стагнации. То есть Медведев ничего не делал последние 6 лет для того, чтобы разработать план вывода России на траекторию роста какую-то. Но нет никакого доверия, что эти же самые люди чего-то смогут сделать новое. Поэтому я даже вижу, что очень многие сторонники Путина восприняли вот это формирование кабинета кисло. А вот есть такая версия, что в этот новый срок Путин, возможно, захочет стать реформатором. Это правительство ему не поможет с этим? А это ничего не следует. То есть вот посмотрите на его композицию. Там нет реформаторов. Там есть только люди, которые представляют какие-то кланы, которые хотят сидеть на денежных потоках. Люди, которые хотят накапливать кубышку и никому не давать денег, а только повышать налоги, как Силуанов. Силуанов, по сути, стал таким скрытым теневым премьером. Он единственный первый вице, который может всем указания раздавать. И он же сохранил за собой самое влиятельное министерство, которое формирует бюджет и распределяет средства. А он такой фискал. То есть он никому не даст денег на развитие. Скорее будет повышать налоги для того, чтобы сбалансировать бюджет. Поэтому о каких реформах идет речь, я вот не очень понимаю. Но если говорить о новом сроке, новость с пыла жара, парламент Чечни внес поправки, предложение о внесении поправок в Конституцию, в Госдуму, о том, что российский президент может занимать больше двух сроков, находиться в должности больше двух сроков. Это к чему и примут ли такие поправки? Ну, в принципе, в российском эстеблишменте влетает вот эта месседж, что типа давайте сделаем как вот среднеазиатские диктатуры, что там притворяться, да, ну Путин у нас же пожизненный царь, ну давайте это там санализируем. Я думаю, что Путин будет оценивать плюсы и минусы такого решения, потому что имиджевых минусов много. Мы, по сути, становимся такой азиатским сунтанатом, да, таким, где говорить о каких-то состязательных выборах президента невозможно. Это не похоже на цивилизованные страны. Но, конечно, остаться у власти после 2024 года он хочет. Поэтому вот такие предложения ему подсовывают, чтобы он типа подумал, и в итоге не исключено, что они это и примут. Ну вот выборы назвали электоральным событием, я, насколько понимаю, вы тоже считаете, что это было электоральное событие, а не выборы. Но после выборов были протесты, Навальному дали 45 суток. И вы тоже вот сейчас недавно сказали, что оппозиционное движение при этом многому научилось на этом электоральном событии. Чему, если коротко расскажите, чему научилось и как дальше будет двигаться? Ну, во-первых, мы научились активно работать по всей стране и работать с рядовым избирателем. То есть мы, наконец, преодолели вот это проклятие многих лет оппозиции, когда все сидели в Москве и спорили, кто главный. А как бы вся страна на это смотрела и думала, непонятно, чем они там занимаются. То есть инфраструктура протестного движения Навального, она распространяется по всей стране, даже на небольшие города. И мы знаем, что говорить людям, как предложить им альтернативу и объяснить, что только поддержка оппозиции способна вывести страну из тупика. Будем это делать, наращивать масштаб, развивать свои СМИ. Я уверен, что вот предстоящие выборы там в Москве в этом и в следующем году, выборы Госдумы в 2021 году, многие выборы в регионах. Я уверен, что мы будем делать дальнейшие попытки составить Путина конкуренцию. И рано или поздно это принесет плоды. Владимир, удачи вам в вашей работе, в ваших начинаниях. Спасибо большое за то, что возобновили свои приходы в нашу студию. Будем надеяться на новые встречи. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Владимир Милов. Спасибо, что провели эти полчаса с нами.